Привет, ребят! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, вы на моем влоговом канале, и сейчас у меня мой марафон 35 дней похудания, и у меня сегодня день номер 2. Я сейчас объясню, почему день номер 2, потому что мне написали, ты начинаешь с нулевого дня, ты начинаешь с воскресенья, ты выложил свое видео. Я выложил с воскресенья видео, потому что я хотел, что если те, кто со мной вместе худеет, они начинают с понедельника, как и я, поэтому в воскресенье надо выложить, чтобы программа была на понедельник. Поэтому я начал с нулевого дня, а не с первого, если имеет смысл это все. Ребят, огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за то, что очень многие поддержали идею. Я знаю, у многих это настолько больная тема, что все просто да-да-да, давай худеть вместе, столько людей. Вы знаете, здесь будет просто грех сорваться, я вам клянусь, это будет грех сорваться с 35-дневной диетой, вот честно говорю. Поэтому огромное спасибо, во-первых, всем, кто поддержал, а во-вторых, всем сил и упорство, всем тем, кто сел на диету. Удачи вам, детки, мальчики, девочки, не срывайтесь, давайте 35 дней, ну что мы, не мы будем, у нашей силы воли в общении 35 дней не продержаться. Ребят, отвечу сейчас на несколько вопросов, я буду понял так, что почти 600 вопросов под тем видео. Ну, прошу прощения, что я сейчас никому не отвечал, практически никому, у меня такая зоопарка с переездом, но я все читаю, и я вот с этих дней буду отвечать каждому, особенно на такие вот на влоговом видео вопросы. Во-первых, давайте начнем с того, вчера у меня диеты не было, но я вчера себя очень сдерживал. Сегодня взвесился, блин, сказал, до камеры взвешиваться, и сегодня взвесился, выпил кофе, и потом, блин, я же забыл снять, как я взвесился. Сегодня у меня, начинаю с понедельника, 79,4 килограмма, моя масса, моего BMI индекс 25,1, ребят, 25,1, это плохо. Это плохо в том плане, что это уже, знаете, есть, надо немножко сдерживать себя и немножко садиться, смотреть за свои диеты, потому что это предожрение называется, да, вот. Что у меня за аппликация, на которой я взвешиваюсь? Мониторит мой вес, слова вылетают из головы. Ребят, у меня весы с Bluetooth, и они связаны с аппликацией, я не могу менять цифры на этой аппликации, то есть, у меня телефон смотрит, сколько у меня на весах, и он сам выставляет цифры, поэтому я не могу менять цифру, с завтрашнего дня это все будет на камеру, поэтому 79,4, мой начальный вес, давайте сдвинем до 68, как минимум. Прежде чем прийти к меню на завтра, отвечу на несколько вопросов. Вопрос был один, очень много было вопросов задано на эту тему. Кофе. Где кофе, где чай? Сейчас я вам объясню такой момент. Во-первых, про кофе, дайте я сейчас налью перед вами немножко кофе, хочется горячего кофе, боже мой, у меня нет нормальных чашек, все, что сестра она отдала, ну, бесплатно на коню в зубы не смотрит, правда? Вот, поэтому горячий кофе, чашка кофе, сейчас. Ароматный, хороший кофе, боже мой. Что кофе? Я читал где, я сейчас буду, моя диета основана, как я сказал вчера, на раздельном питании. Раздельное питание, углеводы, без белков ни в коем случае менять нельзя, и углеводы утром, белки, если вам нужно, вечером. Про кофе. Где кофе, где чай? Ребят, а кофе я читал в какой-то диетической книге, я очень много читаю диетических книг и диетических вот этих вот советов каких-то, да? И парень, мужчина писал в своей диетической книге. Он называет кофе черным золотом. Черным золотом он говорит, прежде чем вы, вот вы проснулись, прежде чем вы выпили стакан воды, выпейте чашку крепкого горячего черного американка. Все. Это настолько начинает сжигать жир, это настолько разгоняет метаболизм, если первое, что вы выпили, не стакан воды, там, слаймом и перцем, и там, чем там пью для похудания, да? Ребят, я не говорю, что моя система правильная. Я не диетолог, я просто вот как я сейчас худею, да? И кофе. Обязательно день начинайте с... Я начинаю, по крайней мере. Вы делайте, как вы считаете нужным. С чашки горячего, крепкого, черного кофе, ни в коем случае не с молоком. Выпили, полчаса прошло, вот тогда можно водички, вот тогда можно, и не знаю, все что угодно. Понимаете? Кофе черный, только черный. Как только кофе с белком, то есть с молоком, да, моментально теряет свои вот эти вот жиросжигающие действия и моментально превращается в калорийный напиток. Поэтому, пожалуйста, пейте не капучино, пейте американо, эспрессо или френч-пресс, как сейчас я. Только так, и это вам это очень сильно поможет. У меня вопросы были, ребят. Сейчас быстренько отвечу. Я вчера сказал, видимо, люди прослышали, было месиво информации, как моя манера излагать мысли, да? Тренировки. Обязательно тренировки. Я хожу на тренировки 3-4 раза в неделю. Только кардио тренировки, только тренировки или с тренером, или групповые тренировки. То есть это может быть любое кардио, это может быть велосипеды, это может быть бокс, это может быть степ. Что вам нравится? Ну, это обязательно кардио. Ребят, я хочу, чтобы не просто похудеть, скинуть килограммы, я хочу, чтобы мое тело пришло в тонус, вы понимаете? Где мясо? Мясо. Мне сказали, ну, на фруктах и прочем, да и далеко так не уедешь. Это сахар, фруктоза и прочее. Ребят, у каждого своя правда. У приверженцев Аткинса вообще другая правда, да, а не только белок. Но где белок? Я пытаюсь, моя система будет очень сбалансирована, поэтому белок, как он и должен быть, как минимум 2 раза в неделю, да. Но белок, там, где я говорю стейк, я лично буду или стейк лосося, или креветки, то есть я буду белок заменять только на морепродукты, понимаете? Я никогда не буду есть мясо мясом. Это не мое, курицу не буду. Вот я сейчас перейду на белковое, только рыба, только пескотарианство. Что у нас на... Во-первых, что на сегодня? Завтра я снимаю... Сегодня ночью я буду снимать вечером, у меня будет ужин. Я буду снимать мукбанг. Мне спросили, что с мукбангами? Мукбанги никуда не денутся. Я буду мукбанги просто снимать, стараться снимать в дни, когда у меня белковая пища, чтобы мукбанг был вкусным. А не просто там ананас ешь на камеру. Сегодня я на завтра буду снимать мукбанг. У меня сегодня салат. Последнее блюдо на сегодня. У нас сегодня ананас, кукуруза и салат. Сегодня у меня салат. Пошел в магазин. Мне, кстати, написали, почему ты выкладываешь так поздно видео вечером, что у нас уже утро следующего дня. Ребята, я сам не покупаю ничего на следующий день. Я покупаю утром, иду и покупаю вот на сегодняшний день, что мне надо. Поэтому выкладываю видео вечером, чтобы вы могли утром пойти в магазин и купить все, что необходимо. У меня очень простая диета. Да, люди говорят. Опять же написали. Спасибо огромное за такую яркую обратную связь. Люди комментируют все, и просто, и спор идет. И мне это очень приятно, потому что я вижу у людей прямо вот задело это, да. Очень многие это больная тема. Твоя диета не приспособлена к русскому рынку, к российскому рынку, что трудно достать какие-то продукты, например, ананасы или что-то еще. Я это понимаю. Я буду стараться говорить, кто что ем я, например, на завтра, и альтернативу, замену этим вещам, да. Значит, сегодня у меня, опять же, еще никак не дойду. Пошел я, купил салат, две упаковки листьев на сегодняшний мукбан. И вы знаете, я хотел оливковое масло, соль, перец, помидоры, да. Но я увидел другое. Маринованные овощи в оливковом масле. Здесь называется антипастиссимо, да. И здесь у нас артишоки маринованные. У меня слюни текут. Боже, я такой голодный. Знаете, на овощи слюни текут. Артишоки, прекрасные перцы, маслины, оливки, маринованный лук. И все. Здесь главное для меня маринованные артишоки. То есть, что я сделаю? Я вывалю гору листьев салата, уберу оливковое масло, полностью солью его. И, а, да, здесь еще маринованные огурчики. Пошу, муслин текут. И я просто сверху положу вот антипаста. Это вообще антипаста. Ну, и как закуска к алкоголю обычно идет, да, вот эти овощи здесь. Или аперитив. Вот, здесь я, вот такой у меня будет салат. То есть, будет 0,0 соли, 0,0 масла, потому что овощи уже маринованные и соленые. Боже мой. Короче, вот такой у меня завтра будет мукбан, который снимать я буду сегодня ночью. Что на завтра? На завтра интересная тема. Она трудная тема. Я сейчас объясню, почему она трудная. кайф. Жизнь возвращается. На завтра сложные продукты. Я объясню, почему. Завтра очищающий день. Очищающий день. Он очистит ваш организм. Поэтому будьте аккуратны, если вы, например, идете на работу. завтра 200. Начинаем утром кофе и 200 грамм, 250 грамм чернослива. Что дает чернослив? Во-первых, это просто кладезь микроэлементов. Это настолько полезный продукт, что просто словами не передать. Чернослив высушенный на солнце с чернослив. Это просто столько микроэлементов, столько витаминов. Это словами не передать. Но основное действие чернослива. Когда вы съедаете 250 грамм чернослива, вы вас не... Это слабительное. Начнем с этого. Поэтому будьте аккуратны. Нельзя принимать ничего от для... Например, нельзя принимать эмодию, потому что теряется смысл вот этой очистки кишечника. То есть вам нужно просто очиститься. Плюс это очень-очень полезная еда. Спустя 3 часа или спустя сколько там времени, да? Час минимум, как минимум должен быть час. Лучше 3 часа между продуктами. У меня полкило клубники. Полкило вкусной, хорошей, сладкой клубники. Это опять же это витамин С, это столько микроэлементов, это столько витаминов, это просто восхитительная вещь. Я понимаю клубника, да, окей, рано. Поэтому если вы хотите заменить клубнику чем-то, да, есть заменители у этого продукта, это или полкило киви или полкило ананаса. Заменяйте клубнику. Да, я слышу себя. Но тем не менее, ребят, очень полезно. И, знаете, в итоге, вы поймете, когда я скажу, вот в конце недели, вы поймете, насколько сбалансированная и интересная и разнообразная продукты есть вот в этой, вот в моей системе, да. Клубника, если нет клубники или нет возможности ее достать или нет возможности ее купить, ребят, киви, полкило киви, это уже легче, это уже доступнее или полкило ананаса, это половинка ананаса, например, да. И вечером, вечером у нас последний прием пищи, у нас печеные картофели. Возьмите две огромные, огромные клубня картофельные, которые можно завернуть в фольгу и положить в духовку прямо на хороший, знаете, час. Картошка, две картошки, ни в коем случае не жальте, только в духовку, только запеченную в фольге, тогда она, знаете, там нет жира, ничего такого нету, да, она сама в себе, да, слюди, у меня слюди будут течь в течение всех 35 дней. И когда картошечка готова, рассыпчатая, ароматная, вкусная, разрезайте наполовинку ложечку сливочного масла, немножко соли, немножко перца, все, у вас, вы себе представить не можете, как на второй день такого брутального фруктового, такого вот стресса, да, очистки, как вам покажется просто царской едой печеная картошка. Ребят, очень полезный продукт, если не жарится его на сковороде, если не жарится его на масле, запеките в фольге и маленькую ложечку сливочного масла, чуть-чуть соли, чуть-чуть перца, праздник живота. Вот это у меня значит меню на завтра. Если, если сели со мной на диету, пожалуйста, пишите в комментариях, сколько вы потеряли. Вам будет стыдно, если вы сорветесь, и если вы опять набрали хоть 100 грамм. Вам будет стыдно, как стыдно будет мне. Я здесь вообще стою перед вами, трясу телефоном, где написано мои цифры, просто вот до цента, и я не могу просто их наврать. А завтра же я снимаю с камерой, как я взвешиваюсь. Ребят, держитесь, 35 дней сила воли, вот сила воли. Все, лето через месяц. Ребят, лето через месяц, через 35 дней будет лето. Давайте скинем эти 10 кг. Многие пишут, мне 15, мне 5, мне 8. Ребят, с этой диетой десятка уйдет. Уйдет, родные мои, верьте в себя, верьте в меня. Я верю в вас, так же, как я верю в себя. Я клянусь, здесь главное, знаете, в этом деле главная мотивация. Я хочу поправить себя. Этот влоговый канал, он не превращается в диетический канал ни в коем случае. Это влоговый канал, но просто сейчас 35 дней я дал себе марафон. У меня не будет здесь влоговой, не будет здесь диетичной направленности. У меня здесь не будет никаких хронических диет. Просто дайте мне 35 дней отчитаться перед вами, перед всем честным народом, как я худею, потому что мне нужно привести себя в руки, взять в руки. И параллельно будут все равно влоговые видео. Ребят, если вам не интересны диеты, не смотрите, но, пожалуйста, поддержите хоть как-то, да, потому что для меня это просто крик души. Я клянусь, это крик души. Я буду держаться. Держитесь, держитесь, любимые. Все, ребят, завтра увидимся. Завтра новый день, завтра новый минус жир исчезает с наших поп, бедер и животов. Будем красивые, будем упругие, будем в тонусе. Я в вас верю. Все, завтра увидимся. Завтра в 5-6 вечера по Италии, по Билану. Я выкладываю видео на среду. Поэтому, ребят, всех люблю, всем сил. До завтра.